Думаю, могу уже говорить привет и нажимать на опции, ведь уже есть отличие между ПК-версией и версией на PlayStation 4. Собственно, здесь не любая кнопка подойдет для того, чтобы начать игру, а именно кнопка опции. Так, снастроил звук. Не знаю, на 15 или на 10. На 15 пусть пока попробуем. Если вдруг будет орать, то поменяем. В общем-то, привет. Я так понимаю, только Dazi здесь у нас и сейчас. Начали чутка пораньше, потому что почему бы и нет. Раньше начнем. Раньше, пожалуй, и закончим. Вчера у нас уже была трансляция по Супер Медбою. Только транслировал я ее с ноутбука и все-таки были небольшие технические проблемы, к сожалению. Но мы отлично транслировали. Правда, на Твиче мало народу заинтересовалась моя трансляция. В основном на Ютубе. Сегодня же мы транслируем только на Твиче, потому что напрямую с PlayStation 4. У меня на самом-то деле, как вы поняли, есть Супер Медбой на PS4, потому что раздавали в PS Plus, и я его покупал в Steam. Я не мог решить. Вот надо же провести трансляцию по игре, которую только выпустил обзор неделю назад. И где мне потранслировать лучше? С ноута везде или же с PlayStation 4? Я так и не решил, поэтому вчера транслировал с ноут. Сегодня с PlayStation 4. В принципе, я ни разу не играл на PlayStation 4 в Супер Медбой, и поэтому мы начнем с самого нуля. То есть фактически абсолютно все те же самые уровни, что были вчера, будут и сегодня, с одним только... Точнее, с двумя отличиями. Во-первых, я надеюсь, не будет технических косяков. Мне будет от этого легче. И второй, я вчера натренировался на этих уровнях. И, наверное, скорее всего, но не факт, мне сегодня будет проще их проходить. Поэтому, возможно, сегодня мы доберемся чуточку дальше. Но это не факт абсолютно. Давайте посмотрим, не знаю, статистику. Ну, ведь не играл вообще, не запускал. И я так понимаю, что... Что здесь даже нет списка моих друзей, у кого... Какой результат. Так, давайте, поехали. Если вдруг там что-то громко или тихо, то напишите, пожалуйста. Хотя бы, Дайзи, напиши ты, пожалуйста. Не знаю, кто еще смотрит. Ставьте монетку. Никакой монетки у нас, естественно, нет. Поехали. Вот, да, на обучение нам сразу говорят. Здорово, вчера такого не было. Хорошо, что я вчера тоже на геймпаде, на самом деле, играл. Сейчас прям... Не испытываю никаких проблем, где бег, где не бег. Все, смотрите. Спидран просто. Так, возьмем пластырь тогда, придачу. Не на А+, мы сейчас перепройдем, чтобы тоже было на А+. Как-то переиграть треугольник. Четыре уровня. Еще ни разу не помер. Вообще просто MLG. Блин, теперь не на А+. Тоже... Черт, вот пластырь заставил меня заруинить все. Да куда ж ты? Да что не так? Почему он так далеко прыгает тут? Может быть, кстати, на PlayStation 4 версии и саундтрек другой, потому что я что-то не помню. Это мелодии. Совершенно. Но это вообще не факт, потому что... На слух мелодичный у меня не очень большая память, если что-то пошло. Ностальгия преисполучен. Во, уже, уже есть ачивки. Я не знаю, правда, они такие же, как и в Steam'е, или слегка отличаются. Скорее всего, да. Понятно. Да что ж такое-то? Вчера вроде я спокойно справился с этим уровнем. Нет, сегодня не мой день, видимо, на этом месте. Но, к счастью, варп-зоны сохраняются открытыми и так. Поэтому можно будет любое время теперь туда попасть. Опять на А с плюсом. Ну просто я с собой горжусь. Скоро, конечно, это все закончится. Скоро будет, лишь бы пройти уровень. Да, музыка, мне кажется, совершенно иная. Я вроде бы где-то читал информацию про... Ой, что не на А с плюсом? Как так? Что есть какие-то отличия у консольных версий. Так, сейчас я, видимо, не успел. Черт, на секунду решил остановиться. Так, а как пластырь-то взять? Это понятно. Вот первая моя смерть, фактически. На этой трансляции. Так, я что-то вообще не представляю, как пластырь брать. Поэтому в пень его. Было бы, конечно, с нами сегодня самый ореларный. Он бы нас, наверное, просветил по эту тему. Саундтрек, я имею ввиду. Вот если, Дайзи, ты следил за аркадной неделей на публичной странице аркадного обзора ВКонтакте, я же там выкладывал в саундтреке. Был ли там такой? А то я вот чёт действительно запамятовал. Теперь меня это реально интересует, что называется. Так. Да, что ж такое? Тот самый уровень, напоминаю, который я использовал в заставке третьего сезона аркадного обзора. Понятно. Не имеет смысла, уже всё прокукано. А-а-а! Чё ж так-то, всё плохо. На пластырьках брать тоже отдельная задачка. Так-так-так-так, варбзона там. Я слишком долго стоял, размышлял. Блин. Чёрт. Снова. И снова переиграть уровень. Пока не откроем варбзону. Да что ж так. Нет! Нет, 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 выйти на карту. Вот как хорошо, что нет никаких... Блин, туда опять. Никаких технических ограничений нашей вчерашней трансляции. Всё. Очень быстро происходит. Загрузки почти никакущие. Ну, PlayStation 4. Мощнее в разы, чем мой ноут. Всё оптимизировано в придаче. Лучше. Так, это, кажется, командор видео. Нас привело. Вообще-то так он не умеет, на самом деле. Вот прям настолько точечно. Понятно. Даш, что ж ты будешь делать-то? Я, кстати, только не понял, в чём его проблема спасти эту девочку-пластырь. Если вроде здесь не приходит зародыш. Этот самый смокинг ей не забирает её в конце. Она просто исчезает. Типа это всё фейк. Извини, командор видео, но твоя принцесса в другом замке. Вот это всё. Приз получен! The Commander! Отлично. Уже два достижения выбили. На принципе, они пока схожи, мне кажется. С тем же, что есть в Steam. Понятно. Типа. Перепройдём на А с плюсом. Ну, или не перепройдём на А с плюсом. А? Чё за... Неудачи. Мне казалось, я нафейлил, просто дичайше, но... Нет, всё равно. Справился. Вообще, MLG. MLG, ничего не скажешь. Ага, всё. Вот, мне кажется, на этом уровне MLG снова закончится на какое-то время. Или нет? Нет, не закончил. Всё ещё пока могу. Ясно. Или надо было быстро, наверное, не спускаться. Всё равно успел. Так. Ну, просто великолепно. Нет. Кролик, чёртов. Смерть ему. Может быть, надо было подниматься по той стенке? Для А с плюсом. Ещё было бы неплохо не промазать, но ладно. Так. Да, что ж, твори. Какой-то тайминг рассчитать. Но явно не такой тупой, как у меня. Да что ж такое. Я уж смотрю за следующий. Где мой MLG, который был пару уровней назад? А там ещё пластырь, кстати. Я её не замечал. Попробовать его поднять. Оп. Потом оп, и сдох. Отлично. Не, пластырь, это не для меня, мне кажется. Абсолютно. Я чё-то не могу даже на вторую платформу тут приземлиться нормально. А ещё какие-то... Неплохо. Я чё-то уже посчитал, что я мёртв. А, варб-зона сверху. Так. Команда мяса. Супер-мидбой, а там вообще ничего не прочитать. По-моему, вчера сюда не заглядывали. Если мне память, он не меняет. Чё-то его плющит прям. Когда он от этой стены их отпрыгивает. А-а-а! Фух. Я вот думаю, его тупил. Так, чё, где я вообще нахожусь? Лабирунт какой-то. А-а! Там ещё и разрушается всё, ёбарасы-то. Нет, неспешно. Так. Понятненько. Мне кажется, это место станет моей могилой. Как Люгот говорит, всякие боссы. Вот в Фаркрафте. Тихо-тихо. Понятно. Неудачный прыжок. Но вчера я так не выступал хорошо. Надо что-нибудь заходить вчера. Тоже есть прогресс уже какой-то. Понятно. Тупая смерть. Ну, а сегодня ещё один плюс. Мне не приходится, видимо, отвлекаться на комментарии, потому что их нет. Поэтому всё довольно живо сегодня разворачивается. Хотя, кто знает, может быть, потом подъедут зрителя и будут писать комментарии. И будут писать комментарии. Очень важные. А-а-а! Чё-то как-то странно управлялся в воздухе. При этом он а с плюсом прошёл. Даже не спешил особо. Так, ну этот можно взять. Кластер. В принципе. Так, что тут дальше? Нет. Так, кластер, чёрт. Берись. Берись, берись. Больше не дерись. Чё-то я не понимаю. Не подхожу для него. Бедный, конечно, геймпад мой. Особенно кнопка X. Второй вечер подряд ликейшим образом её прожимаю. О! Была бриська. Нет! Всё. Не на а с плюсом, зато с пластырем. Говорят, это круто. Пластыри нужны. Всё, первый мир на изи просто. Закончить почти всё на а с плюсом. Ну, ещё не закончили, правда. Ещё босс, с которым у меня вчера почему-то были проблемы. Посмотрим, как сегодня. Ведь играем меньше 20 минут, на самом деле, уже в финале первого мира. Ну, без фризов, на самом деле, знаете ли, вообще на изи всё проходится. Это была не последняя, чёрт. Я подумал, что это последняя была стенка. Надо от неё оттолкнуться. Там была ещё одна. Да, блин, чё-то. Чё-то как-то... До туда дохожу вообще легко, а дальше проблема. Это вообще непонятно, куда он отпрыгнул. Ну, музыка ещё совершенно другая. Абсолютно не та. Такая-то для кантри-мьюзик. Или почему-то хочется мне назвать её кантри. На самом деле, не очень сильно разбираюсь в этом жанре. Но мне кажется, что если кантри-мьюзик существует, то она примерно так и звучит. Да! Куда вообще? Ой, ё! Я хотел почухать нос! Сейчас решил. Мне кажется, самый первый трай был, как обычно, самый лучший. Ну, сейчас так долго разрушаешься. Так, тут главное не налажать. Всё. Изи! Где боссы? Не вижу боссов вообще. Пальчик, пока можешь отдохнуть. Улетел на крыльях ночи. Пальчик, пока. Так, прошли все уровни. В тёмный мир не заглядывали. Пластыри 3 из 20. Я вообще не представляю, где они. Скорее всего, большинство в тёмном мире как раз-таки. 3 из 4 варпов. А где я варп не видел? Может быть, тоже в тёмном мире один варп? Судя по всему. Это там отсылочка на Костыльванию, по-моему, какую-то. А, там платформочка внизу. Да что ж такое. Опять первый трайс самый лучший. Всё, тут начинается трудность. Это уже не первый мир. Класс. Идеально просто. Смерть достойная меня. Ясно. Кстати, хызы. Ну, во-первых, надо обрадоваться, наконец, комментарию в чате. Дайзи ты просто топчик. Во-вторых, непонятно, что, кстати, хызы. Хызы, что хызы. У меня другая музыка. Другая музыка где? На компе это имеешь в виду? Вот я ж об этом и пытаюсь порассуждать, что саундтрек совершенно другой. Я ж помню, вчера я играл. Тут он какой-то более, что ли, мелодичный. Так, в Супер Мид Боя всё там гремит, пищит, стучит. А здесь как-то замиксили, может быть, каким-то образом оригинальный саундтрек. Да что ж я так долго, блин, тут застрял? Да... Ммм, черти. Какие дизайнеры сделали специально эти углы, за которые засыпаюсь. Вот это очень похоже на какую-то из мелодий Супер Мид Боя, которую я тоже знаю. Я теперь сегодня не удалил у себя саундтрек Супер Мид Боя. Вот, я бы мог бы сейчас прям сравнить. Пять пластырь, непонятно как брать. Допустим, вниз там надо как-то пролететь. Он что-то так отталкивается от стены, что мама не горюй. Ммм, как ещё разок получилось. У-у-у! А тут как? Непонятно. Тогда же спидран получается у уровня Если просто лететь вниз Нет! О! Смотрите, пластырь взял И на плюс MLG Понятно Думал, успею Да, чёрт Да ё-моё, сколько можно прям в самый последний момент меня там убивать Там же никак просто не угадаешь Видимо, надо прыгать каждый раз Для уверенности Понятно Но когда делаешь прыжок, то разбиваешь себя в потолок Нет! Есть! А с плюсом О! Ну началось! Моё любимое Давай! Каким-то образом летать можно? Нормально, адекватно? Нет Тут мы застряли надолго Это уровень уже лишь бы пройти Из этого разряда Потому что не умею я летать I believe I can fly В чём разница Почему один раз высоко Другой раз невысоко Кто б сказал Всё равно Всё равно рано или поздно Ты просто берёшь И опускаешься В самый низ На лопасти вентилятора Ну Так Понятно Но это был самый лучший трай Ну почему нет? Логики никакой в этом не вижу Хоть не свалился Нас плюсом Ужас какой Я сегодня реально в ударе По сравнению с вчерашним днём Так Помню Этот уровень Только не понимаю Почему я так сильно отскакиваю Внизу вроде был пластырь Но фиг с ним Всё равно убился Понятно Нееет Почему Ай Чё издеваешься что ли Окей Стрим идёт Не идёт Как понять Потому что я получил Кой-то эрор Плейстейшеновский Ай Вроде идёт А чё было-то Ошибка Чего с чем Это как вчера у нас Супер мидбой вылетал Когда я в мидволд Заходил что ли Ну так нибудь Я ничего не понял Я думал Стрим отвалился Обычно Когда такая фигня происходит Стрим отваливается А это какая-то Не знаю Дичь просто Была сейчас Странная причём Максимально За полчаса Добрались туда Куда вчера Не знаю За два Мне кажется Убирались Убирались Ну чуть-чуть Да дай Пройти Кровище Аж хлыщет Да как Блин Чёрт в вентилятор Почему ты вверх Так сильно не дуешь Я не знаю Всё За руине Да что такое Я не понимаю Блоки Происходящего Просто пробежать Значит надо А тут вот Или выпрыгнуть Сверх Чтобы упасть Не знаю Жесть какая-то Да Как можно было Там провалиться Врач Это вентилятор Не имеет никакой Логики Вообще Хорошо Могу сказать То они дуют Сильно То не сильно В одних Тех же Ситуациях Классно Помните как я говорил Что за полчаса Дошли туда Куда вчера За два Заходили Мне кажется Отсюда и не выйдем Теперь С этими Дебильными Вентиляторами Во Рандом Больше никакого Оправдания у меня Нет произошедшего Так Вот тут я помню Вчера долго Тоже сидели Понятно Так Еще куда Нет Твою мать Ну В принципе С первого Трая Нет С второго О Это я не прошел Был вчера Может сейчас получится Без Да блин Опять он не прыгает Так Так Вот тут как-то Мне говорили От стенки Оттолкнуться Что-то еще Да блин Ясно Че не прыгает Бесит Жму прыжок Толку ноль Вы думали Что Разработчики Геймпада Не запланировали Что кнопку Х можно будет Нажать Миллион раз А потом Она поломается Запланировали У меня Скоро будет Миллион Из этих фигней Только Большая часть Миллиона Будет бесполезной Потому что Мидбой Просто не прыгай Тихо Тихо Так Твою ж мать Слизнюки Вот эти Конченные Конечно Но теперь Сиди Жди Потому что По другому Не пройдешь Никак Понятно Я реально Уже беспокоюсь За свой Икс Ну Вот это Вообще Не круто Как Можно Было Туда Залезть Нет Нет Опять Сиди Жди Так Смотрите Я Близок К провалу Я говорил Что я близок К провалу Надо было Со всей дури Прыгать Короче говоря Повыше Туда Сразу Чтоб заскочить На эту маленькую Платформочку Что ж ты за Кусок мяса Ты такой Протухшего Нет Ну Блин Ну Я не понимаю Я не чувствую Физики Блин В этих прыжках До сих пор Третий раз Жизни играю В мидбой И все время Сталкиваюсь С тем Что я Не вижу Вообще Никакой логики В том Какой Сила прыжка Произойдет Вообще Нажимаю Всегда одно и то же Но всегда Блин Разный прыжок Иногда Очень Длинный Иногда Супер короткий Просто Я не знаю Что с вами Так Все Прошел Наконец-то Еще и на АС плюс Так Ну это я вчера Одолел Понятно Воу-воу-воу Как я не разбился Сразу Меня это Дезориентировал Ублюдки Слизкие Ну Все Тоже есть Мои любимые Вентиляторы Вот мне говорили Что может Поднять Вентилятор Тебе высоко Чтоб ты Взял Пластырь Хренушки А не Они хренушки Но потом Я разбиваюсь Сразу Я не знаю Как его брать Нереально Мои любимые Эх, фень его. Куда? Что вообще происходит? Вот я говорю, рандом просто какой-то. С прыжками в этой игре периодически. Класс. Выпрыгнул. Я и вчера выпрыгивал, но я прошёл. Таким образом. Надолго, видимо. Вчера чистым рандомом прошёл. Смотри. Сегодня чистым рандомом буду проходить. Вообще, браз. Изи. Так, кластер тот самый, по которому можно вернуться. Да куда ж. Неуправляемая красная сволочь. Я даже не знаю, что тут может быть хорошего. Попробовать опять с пластырем поиграть. Нет, в тени. В другой жизни. Так, вот этот уровень я уже вчера не одолел. Насколько. Или одолел. Не, не одолел я тогда, когда сдался. Но я добирался до ключа. Но не обратно. У меня надо было наверху лететь. У меня надо было наверху лететь. В принципе, за 45 минут трансляции мы добрались до тех моментов, где вчера я уже не прошёл. Так что, всё-таки, да, натренировался вчера. Сто пудов. Я даже прошёл тут один из уровней, который вчера не мог пройти. Так что, тем более, натренировался. Но тут до сих пор что-то проблемное. Если он сильно высоко меня поднимает, то я потом просто падаю камнем вниз, и второй вентилятор уже ничего не успевает. Поэтому вот эти вот замечательные советы насчёт того, что не спеши, оно тебя поднимет. И вообще нерелевантно поднимет, то потом это смерть верная. Надо как-то пытаться на плаву удержаться, а это абсолютно тоже непонятная мне вещь. Всегда нажимаю одинаково всё. Мне кажется, с точностью до миллисекунд. О, так! Нет! Господи, да я сделал это! Да я сделал это! Рандомно, но сделал. Так, вот тут. В этот момент мы даже прошли, блин. Даже на варп-зоне я! Нет! Блин, всё, уже всё прокукал. Понятно. Ладно, если бы на варп-зону не захотел я подняться, то я бы с первого раза, наверное, прошёл до этого уровня. А так не варп-зоне. Прохождение нормально. Опять он не прыгает. Да, я вообще полез. Удалил. Ладно, за варп-зоной попробуем всё-таки. Вчера же вышла. Чё, он вообще не прыгает. Больной. Рандом! Давай. Давай. Так. Это я прошёл был. Правда, без пластыря. Нужно попытаться сейчас пластырь подобрать. Так, 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 так. Мне не нравится уже. Нет! Рандом! Почему он бежал? Я же не нажимал кнопку бега. Короче, видимо, без пластыря. Пойдёмся и без этого уровня. Всё очень плохо сразу стало. Мне кажется, если я там спрыгну вниз, то я сразу подохну. Блин. Понятно. До свидания. Я думал, он успеет проползти подо мной. Так. Поехали дальше. Это тоже я уже ничего не проходил, по-моему, вчера. А не, этот уровень, кажется, прошёл. 16 из 17, мне кажется, у меня сейчас на счётчике. То есть почти открыли босса второго. Да ёпросто, чё, что ты отпрыгиваешь, когда уже не надо. Так. Нет! Не нас плюсом, но... Мне кажется, я хорош сегодня. Всё, это мы уже не проходили вообще даже. Запустил был на этом уровне. На этом трансляция закончилась, насколько я помню, вчера. Даже не трайл. Да, чтоб тебя. Хорошо-то как. Зашибись просто. Окей, гугл. А пластырь? Как взять? Понятно. Да что ж такое? Как там надо прыгнуть? Чё-то вообще не понимаю. Там пайк в стене попробовать, что ли? Ну, получилось вроде как. Да. Чё, по-твою не получается. Ничто разное. Нет. Прошёл даже. Нет. Нормально. Не полапали нашу девушку. Так, пластырёк. Ой, я помню, я пытался тогда, 4 года назад этот уровень пройти. Там же эти, да, да, ещё здесь вентиляторы, чёртово. Вот я на этом уровне их возненавидел вообще люто. То, что всё дырявое. И один прокол, и летишь просто вниз. Они ещё тебя троллят там постоянно. Какие, мне кажется, я турнир должен был пройти. Почему тогда он у нас не отмечен был, как пройден не вчера? Ну, ты что, издевайся вообще. Что за филетовые уроды вообще? Ладно. Какие-то мясные, я не знаю, личинки красные. А, это что за фигня мухная? Так, чё-то я, наверное, не могу понять и простить. Потому что одно дело, это вентиляторы, которые я ненавижу. А второе, то, что я даже до них добраться ещё не могу. Насколько всё ужасно. Так, он ещё и вылетел наружу. Отлично. Просто офигеть. Так. И вот тут. И вот тут вот вентилятор. Удал, конечно, всем о себе знать. Нееет! Да, ё-моё! Что, как-то можно выпрыгнуть сразу? Нет? Вот тут как-то встать и дальше наверх. Всё выше и выше, и дырки. Которые не дают возможности отпрыгнуть. Всё руинится. Всё руинится. Всё руинится. Никому не интересно, поэтому никого нет. Игра, конечно, вышла давным-давно. Все, наверное, кто хотел её поиграл, посмотрел. И пень. И пень стримы Терла на Твиче по Супер Мид Боя с Плейстейшн 4. Даже не знаю, что тут саундтрек совершенно другой. Не то, что вы их Супер Мид Боя за 14 рублей! А, чёрт. Даже Даззи, видимо, меня покинула. Это может заканчивать транслер, спасибо, что смотрели, все тела. Да ё-моё! Мне этот уровень вообще не нравится. Я не вижу в нём прогресса никакого. С моей стороны, поэтому идёт он в пень. А, это был, как раз, последний уровень перед боссом. Ну, давайте посмотрим, что это за босс. Я его даже не видел, походу дела. Никогда. Новый контент. Так, чё-то пошло не так, видимо. Интересно. В скобочках нет. Вот он, ублюдочник. Интересно, если я прямо сейчас начну проходить медбой, а то я догоню тебя? Ну, Антон вчера доказал, что меня легко догнать, проходя параллельно со мной и перегнать. Но сегодня я лучше играю, чем вчера, поэтому... не знаю. Нееет! Да как так-то? Я вообще не понимаю, что тут надо делать, чтобы не умирать. Так-то я вижу, что надо делать. Нет! Нет! Да что ж ты за говно такое. Ну почему ты это делаешь? Чёртов неконтролируемый ублюдок. Нет логики в её движениях, никакой. Ни физической, ни химической, ни географической. Нажимаешь одно всё время, а результат всегда разный. Чёрт тут вообще вылез, блин, напугал меня. Я из-за этого накупил. Да ё-моё. Так, у меня чат просто встал, и я это понял только что, когда обнаружил, что мои сообщения не отображаются на стриме. Интересно, интересно. Как так случилось? Ну почему? Я не понимаю. Вот из-за таких моментов 3-5 я выставил в этой игре. Потому что, ну блин, ну дичь какая-то. Очевидно же, что я прыжком должен запрыгивать на платформу. Почему я сейчас чуть не свалился с неё? Что за рандом опять? Так, ну, лучше сказать, что он опять сейчас будет метаться туда-сюда. Да пошёл он в задницу просто. Как я должен был там не умереть? Безвыходная ситуация была. 3-5. Из-5, и на секунду. Не из-10, не из-100. А 3-5 из-... Из-5 это 7 из-10 вообще. С каких пор 7 из-10 стало плохой оценкой. Оценкой. Вон Destiny 6 из-10. А тут 7 из-10. Это не имеет смысла, что здесь происходит. Да как? Ну что это за прыжок, блин, через всю карту просто? Где у меня был сейв-поинт? По логике разработчика. Чё? А куда надо было бежать? Всё трясётся. Думаете, я вообще чё-то вижу? Ой, ё-моё. Опять 25. Но при этом я снова сжал абсолютно в той же самую последовательность. Также зажимал бег, как и всегда. В такой же степени длительности. И логики никакой. В игре я не вижу до сих пор. В таких моментах. Понятно. Вообще в совершенно другой стороне быть, видимо. И чё? Кринец. Но он... Блин, там... Чуть ведь прошёл. Опять. Искать логики в игре где-то кусок мяса. Ну в смысле? Господи. Я знаю миллиарды игр, где главный персонаж это не человек, блин. И всё нормально у них. Вот это вот... Где логика сейчас была моей смерти? Камера сама не двигалась, когда должна была двигаться. И поэтому я умер. Я, блин, всё сделал идеально просто. Если я оказался раньше камеры наверху. Но почему-то это меня убило. Да пошёл он в пень. Откуда я знал, что он туда выпрыгнет вообще? Да он так власть. Я хотя бы вижу, с какой он стороны находится. А когда он просто носит той сюда. Чё за... Блин, я не понимаю. Это очень мудовый босс. Всё, что могу сказать. Потому что это же не босс. Это просто какой-то... Непонятно что. Что... Просто тебя убивает ваншотом, а ты должен какие-то ребусы, блин, решать параллельно. Это же не босс. Это просто текстурка какая-то лаганая. Вот что это не босс. Да он бесит уже. Всё, я активировал следующий этап. Хватит там скакать. Нееет, да что ты. Опять камера долго думает. Да что происходит? Где прыжок? Нет, да блин. Я не... В чём моя проблема, когда вот я так умираю из-за вот этого? В чём я виноват? Почему он иногда летит далеко, иногда недалеко? Как это контролируется? Мне игра не объяснила это. Ни разу. Я страдаю только из-за этого. Всё время. Опять. Я не понимаю. Так что разгон? Я всё время, блин, прыгаю одинаково, зажимая бег. Вот сейчас он не прыгнул так далеко почему-то. Почему? В чём логика? Того, что он раньше перепрыгивал эту платформу, а сейчас я нажал то же самое, и он не перепрыгнул. Я понимаю, что когда ты зажимаешь кнопку разгон, ты прыгаешь дальше. Но не в этом проблема, а в том, что... Это не работает всегда. Это работает, когда игра захочет сама. Твою мать. Вот сейчас он не перепрыгнул, а чуть-чуть, чуть-чуть на краешке оказался. Ну, абсолютно те же самые. Я зажимаю всё время, блин, кнопку бега. Все эти трои. Вот в чём дело. Но иногда почему-то игра считает, что надо прыгнуть сильнее. Всё, прошёл. Рандом. Для меня эта игра спашной рандом. И чё? И где стекло пропало? Час, с которой он смотрел. Продолжение следует... Ничего не понял. Вообще ничего не понял. Но я прошёл второй мир. Вот что я понял. Можем пойти в третий. Так, опять смерть эпилептика. Подушка была. А где он её взял? В таком случае подушка. Это пикстоп. Давайте посмотрим, что это у нас тут. Ой, тут стена. Оно всё одного цвета. Чё, я умер? Чё я умер? Чё я умираю? Я не вижу. Оно всё одно... А, это... Господи, это соль. Я думал, это вообще не текстура какая-то боковая, типа фоновая, бэкграунд. Непонятно, как там перепрыгнуть до сих пор мне. Дай... А, надо, видимо, на платформу там спать, приземлиться. Вот так же, приземлиться. Да, ё-моё, да кто-то ещё, наверное, потому что у тебя чат был отключён, ты так и не ответил ни на один мой вопрос, ну, в том плане, есть ли ещё стримы по Суперметбой сейчас на Твиче? Как минимум. И где все? Да, ё-моё. Да вы издеваетесь, там ещё и надо было... Ой-ё-ё-ё. Как это пройти вообще? Я не понимаю этот кусок. Теперь окончательно. Здесь мне проблемно запрыгнуть на эту платформу, а там ещё надо продержаться как-то, пока оно рассыпается. Нет, первый уровень этого мира. Чёрт по-дерее, он самый простой. Там улочка бодрая. Скатился, как Террол. Хотя Террол и не поднимался. Террол защищён по умолчанию от скатывания. Потому что он никогда не был выше днища по умолчанию. Самый, конечно, верх это было там, сколько, 70 зрителей на стриме по антилдову. Но это ж ничего в рамках Твича. Если было 70 тысяч, тогда поговорили. Челик иностранец. Откуда пошло вот это вот челик? Я просто недавно на трансляции Disgusting Man слышал, они тоже ржались с этого челик. Это кто-то написал в чат. Где-то уже месяц, по-моему. Но ты где нахватался, челик? Вот видишь, откуда-то пришло слово такое дурацкое. А ты даже не знаешь, кто-то психически тебе... О! Переиграл. Как я переиграл этот чертов уровень нас плюсом. Так, чего? Мне вверх или вниз? Что-то подсказывает, что вверх, конечно. Окей, хорошо. Я пытаюсь понять. Я вчера даже говорил на трансляции, я знаю просто, что-то будет. соль неприятная, но я так и не понял. Я говорил, что это имеет смысл, ну, как условность, допустим. Но почему соль опасна для мяса? Ведь вроде раньше, в старину, когда не было холодильников, то мясо засаливали, чтобы оно лучше хранилось. то есть соль не вредила, а наоборот защищала соль от мяса вот того, чтобы оно не портилось. Тогда почему? Я, конечно, знаю, не сыпь мне соль на рану, вот это тоже знаменитая фраза. Может быть, из-за того, что у нас мясо такое, все кровавое, он одна сплошная рана, и это причиняет ему боль. Надеюсь, да, надеюсь, этот ублюдок каждый раз страдает очень сильно. Это даже не как мясо, но он супер мидбой, все-таки мясной парень, в конце в конце. Вы можете подумать, что Терл просто кривой, но нет, я реально надеюсь, что он страдает просто ужаснейшей болью каждый раз, когда умирает, потому что я не прощу ему свою боль большого пальца. Уже спустя час нажатие на кнопку Х. И это все в основном бессмысленное нажатие на кнопку Х. Представь, что мидбой это человек без кожи. Утянет кожу и на тебя сою высыпали. Я думаю, будет больно. Я думаю, если у тебя кожа исчезнет вообще по умолчанию, это уже будет больно. Потому что даже когда тебе ну ты там поцарапаешься, снирешь кожу, то печет и так на том месте. И печет еще сильнее, когда, допустим, ветер дует и как раз продувает это место. Мне кажется, что будет больно любое прикосновение, любой фигни, не только соли. Ну, то есть, мне кажется, если у тебя не будет кожи, то ты, скорее всего, уже как минимум отрубишься от болевого шока. Скорее всего, умрешь, потому что подхватишь инфекцию какую-то моментально. Ну, ведь кожа нужна, чтобы защищать вот этот весь твой покров кровеносный, мышечный от внешних каких-то проявлений. а там бактерии сразу хлоп-хлоп, все в кровь и сдох просто моментально. Или слизни, если на них соль насыпать, то они высыхают. Ну, вот они высыхают, наверное, потому что соль впитывает их влагу, скорее всего. Не потому что они без кожи. Или не знаю, может быть нет. Может быть они сначала умирают, потом высыхают. А если на них рис высыхают? Они, наверное, тоже умрут? По моей теории, вроде рис хорошо впитывает влагу. Как минимум во всяких гайдах, допустим, если вы уронили телефон в воду, то засуньте свой телефон в пакет с рисом, он впитает влагу излишнюю, которая осталась в телефоне после того, как вы его вытряхнули и протерли. Или гречка, я уже не помню. По моему рису. Короче, какая-то крупа. По моему рису. Да блин, что-то я и в этом уровне теперь не вижу никакого прогресса. В прошлом уровне я хотя бы его видел. Нет! Там, ладно, я согласен, что я виноватся. Ну вот почему он там умирает? Почему? Такая огромная платформа. Неужели нельзя взять и запрыгнуть на нее адекватно? Что внизу? Пластырь внизу! Я так и знал, что тут пластырь. Это было так очевидно. я теперь не понимаю, честно говоря, как там можно вернуться, потому что там стена довольно-таки дырявая. да ты ублюдочный, что ли? Ой! Че он скользит-то? Ёпа-расоте! то летит непонятно как, то почему-то скользит. Ну и в пень. Такс. Хочу вернуться в молодость, в юность, в лес за грибочками. Понятно. Ну раз уж я утверждаю, что мы прошли за 45 секунд, 20 секунд, минут все то, что вчера на трансляции прошли. Я должен был пройти эти три уровня, потому что мы тоже вчера их преодолели. А тут что-то непонятно. Это, мне кажется, я не преодолел. Че. опять начинает не прыгать. Изи. Привет, Антон. Рад, что ты пришел. Ну как, нубишь? Я прошел второй мир, прошел второго босса сегодня уже за час трансляции. А вот и в третьем мире один уровень прошел, так что я сегодня не такой, как вчера, а вчера я был вообще никакой, как известно. И я прошел четыре уровня в темном мире, теперь не три. Хотя я не помню, может я и этот уровень был прошел. Вот это точно я, по-моему, за груз. Убери 72 копейки. Так зачем ты их задонатил? Теперь хочешь ровненько задонать 28 копеек. Ты их, правда, задонатил, по-моему, был, только, ну, не в этом месяце. А в этом месяце 72 копейки. Все. Не отвертишься. А то ж потом забуду, что ты эти 72 копейки мне. Смотрите, прям еще и тут прошел. И ты скинешь еще копейки, и я рубль из них не соберу, потеряем. А так для отчетности. Да что ж ты за урод. Так. Ха-ха-ха! Вообще изи. Так, а что тут замок? А, видимо, потому что я не прошел на АС плюс. Вот что тут замок. в этом есть смысл. В этом нет смысла, хотя, понятно. Не-не, я-не, все, я отказываюсь выйти на карту. Я знаю, где можно еще пластырь раздобыть. Вот тут, кажется. Да, да. Нет. да что ж ты за человек такой. Вчера как-то так отлично получилось прыгнуть. Во! Есть! Есть! Так, свыть на карту. Давайте посмотрим еще контент. все веселее веселее я смотрю снизу не пробежать. Только хотел сказать счет изи и мне сразу надрались жопу. А как там? как там, как там, как там перепрыгнуть? А, видимо она запрыгнет наверх. Блин, это трудно для меня. Я не умею. Нет! Не запрыгивай ты меня. Запрыгни ты, е-мое. блин, нет! Вы не издеваетесь. Кто там поставил? Так. Да! А-а-а! Да! Не знаю, пару раз удалось каким-то чудом запрыгнуть. но потом заруинил просто в чистом поле. Ну, почти прошел, ну, нельзя же так. Макмиллен! Ублюдок! Мать твою! С другой стороны, Антон, в принципе, ты у нас субскрайбер, я могу 72 копейки убрать. Если это так критично. судя по тому, как ты писал, это критично. Ой, у меня уже пальчик разболелся. Скорее всего, сегодня три часа не сдюжу. Я вам транслирую в супермедбое. На двух остановимся, потому что вчера до боли сегодня уже тоже разболелось. так. Такс. Такс. Что-то надо 72 копейки убрать. Я думаю, может пока передохнуть. Такс, где у нас? Ой, что-то я не туда пошел кого-то нефтенастройки, не в тот двор. Так, дополнительные. Можно было бы, конечно, забайтить тебя еще на донат, чтобы ты ровненько сам сделал, но не будем сходить с ума. Так, прошел, прошел. А тут что? Может, изи на самом деле все уровни. Я зря боялся, может быть. понятно. Так, помните, как я говорил, понятно, забудьте, ни черта было непонятно. Куда? Рандомище! Митбойще, рандомище. Не-е-ет, да почему же так далеко? Ууу, изи, нас плюс. Такс, 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 сейчас прямо на самое днище сразу свалился. тих-тих платформа. Так, и че? Понятно. Не, я не хочу. До свидания. Выйти на карту. А как тут открыть еще какого-то персонажа, помимо покупки за пластыри, за пластыри, которых у меня явно не хватает ни на кого больше. И вообще, может, есть какие-то способы пройти там какие-то, какое-то количество уровней. Я вообще не вижу, как пройти нормально мне через этот момент. Много же персонажей. Я, ну, Commander Video легко открывается почти в самом начале за варп-зону. Да что ты творишь? Кстати, раз тут за донаты заговорили, я там добавил новую цель сбора, между прочим. На еще один стрим по Супер Мидбою. Потому что так-то вы можете подумать, что Терлу очень все понравилось, раз он два дня подряд стримит Мидбоя. Но я просто хотел посмотреть на действительно различия в PlayStation 4 версии, да и выбить пару халявных ачивок, чего мы сделали. Вот. Так. Тересненько. Понятно. Не мог там еще выучить. Но нет. Но можно, можно было продолжить еще. Мы самую легкотню прошли, а то, чтобы Терл опять страдал. Потому что все, теперь осталось только то, что заставляет меня страдать, в принципе. Хотя, как видите, иногда еще прохожу. И вот на такой стрим надо сборную. Даже меньше, чем на Undine. я считаю Undine сложнее, чем... Ну, то есть, Undine я буду вынужден прибить окончательно. Вот. И бесповоротно. Это труднее, чем провести просто еще один стрим по мидбой. Я могу за целый стрим по мидбой не пройти ни один уровень. на самом деле. Это может быть вечная вообще плашка. Всегда. Если она соберется, когда-то можно еще такую же еще на стрим по мидбойу. А вот Дази, раз что я до сих пор еще здесь, то буду пойти одеваться. Вот у нас же все-таки еще не сформировано окончательно список голосования за награду в честь окончания восьмого этапа аркадной копилки. Вот им вчера писал, что уже предложил все игры, которые хотел. Так хоть одна из этих игр хоть в одном голосовании победила, скажи, пожалуйста. Потому что предложить-то ты предлагал, но вряд ли все они уже были выбраны для каких-то будущих трансляций. То есть почему бы тебе эти игры, которые не побеждали, снова не продолжать предлагать, чтобы один раз один прекрасный момент они победили. Потому что у нас что сейчас в списке есть Майнкрафт и The Walking Dead Вот этот Shovel Knight как-то что пока еще не окончательно добавлено туда, но было предложено. Заян ты знай, гипер лайт дрифтер и Shovel Knight. Но это пока еще не окончательно. Они были просто предложены как вариант. Так что давайте думайте что-то по этому поводу. Нам нужно запускать голосование. А то два голосования закончится уже скоро. Завтра и послезавтра. Сегодня последний день за выбор награды в честь окончания шестого этапа. И уже завтра мы узнаем что я буду вам стримить по заказу в следующую субботу. Нет! Куда? Господи. Надо как-то приземлиться нормально хоть раз в жизни. С той платформочки на изи выпрыгнули. Эх, и опять никакого ответа. Ни на один из вопросов. Опять у вас что-ли с чатом какие-то проблемы? У меня с чатом какие-то проблемы? Да нет. На телефоне все так же. Место какое-то. Изи уровень, только одно место не изи. Вот это. Как здесь еще за вопрос. Я отходил. Понятно. Ну, я в основном к Дайзи обращался. Ну, я о том, что он вчера писал, когда предлагали игры для голосования, он говорил, что все игры, которые хотел, уже предложил. Ну, а я спрашиваю о том, что хоть одна из этих игр победила хоть в каком-то голосовании? Почему даже не рассматривается вариант снова предложить какие-то игры в голосовании, чтобы у них был шанс победить? Я, конечно, понимаю, что когда есть Майнкрафт в голосовании, то никакой соперник ему не равня. Но мало ли, мало ли. Я бордов предложил два раза. Ну и скорее всего я посмотрю по результатам предварительным Borderlands 2 выиграют Доту 2 на два голоса. Видите, как много два. Два раза предложил на два голоса выиграют Borderlands 2 Доту 2. Вообще просто жесть какая-то. Но она еще не победила, понимаешь? Только во вторник узнаем результат. Сейчас быстренько Антон накрутит голосов за вторую Доту и все. И снова по новой предлагать. Так, что здесь у нас? Ё-моё. Не, это выглядит как тот уровень, который я не пройду никогда. Ну, что надо делать тут? Блин, все, спень, как? Не, может, можно просто перепрыгнуть? Да нет, все равно туда отпрыгивает почему-то. Не, не, до свидания. Выйти на карту. Могу предложить Outlast. Ой, оно вам надо? Не, Outlast на самом деле мне не... Ну, я могу пройти, ну, поиграть в Outlast, но мне он настолько неинтересен, потому что я то ли три, то ли четыре раза видел полное прохождение от разных людей, то есть это... Я могу на память, по памяти рассказать, что там, где, какие скримеры, какие повороты и все вот это вот. То есть, конечно, когда будет будущий комплюктор в 2467 году, то я уже забуду, скорее всего, все это, но все равно, ну, мне лично это не очень интересно. Но, типа, предложить можно, да, еще бы нет, собственно. Я не против предложения, просто потому, что мне будет... Это будет, скорее всего, очень скучная трансляция. Не то, на что вы рассчитываете. Я посмотрел, как Терл вяжет. Ну, так у нас были уже хоррор-стримы. Демку второго Outlast'а я даже два раза проходил. Resident Evil демку седьмой проходил. Что-то еще какой-то хоррор был, насколько я помню. или нет, или Until Dawn был. А, это Until Dawn я помню. Больше не было. Ты хотел посмотреть на меня старый канал? Вот, и там я даже пытался какие-то инди-хорроры в Сендермена играл. Записывал тогда. Еще какие-то. Там есть реально где я вижу от одной игры. прям вообще вижу-вижу. Так что погугли. Ну, не погугли, зайди, чтобы проще было найти. На YouTube в каналах типа интересных там есть XXX, Terrell, XXX, первый мой канал. Я конечно глядя с назад и пожалею, что я переехал на другой канал, потому что все равно проблемы остались те же, а как я их решил в кавычках я мог сделать и с тем каналом и наверное сейчас бы я был популярнее слегка, потому что не потерял бы половину той унитории, которая уже была, а там было что-то в районе 150 подписчиков уже, а потом пришлось все с нуля делать. Плюс перезаливать первый сезон и какие-то ролики на второй, а из-за этого качество их ухудшилось, потому что сами понимаете, скачать видос с ютуба это не то же самое, что срендерить его, смонтировать и залить на ютуб. Ютуб все скукожил, а ты потом скаченное с ютуба видео заливаешь на ютуб, оно его еще перекорежит 10 тысяч раз. Но некоторые ролики там остались, которые не было смысла перезаливать, а некоторые даже голосование запускал на публичной сцене с аркадного обзора ВКонтакте. Так, например, летсплеи по Биошоку не переехали. Я потом чуть-чуть попытался позаписывать летсплей по Биошоку Инфинит на новый канал, но тогда уже мой ноут начал потихонечку стареть и с ФПСом огромные проблемы были, просто летящим. Я прекратил. Вот пришел донат, вот такой донат, он такой большой, я ему так рад. Спасибо за донат. Оу е Взял и вернул копейки. 110 рублей 28 копеек. Теперь директор МТС не только на Донат Пэй, но и в Донэйшн Алёрт. Все-таки сегодня работает, как я могу понять. Ладно, хорошо, вернул копейки, значит смотреть на синий экран. Я, к сожалению, не могу быстро там написать все, еще что-то я туплю. Знаете, мне последние три трансляции нравятся, как никогда вообще. Три стрима подряд донаты идут. Здорово, зашибенно. Так, где там обращение к зрителям? Это я только сейчас добрался там, где менять можно. Так, ой, нет, перебор на 1.0. Нет, стоп, что-то нет, не так. Вот так, да, все. с копейками. Теперь 4 кола практически у нас внизу прописаны. Так, 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 так. Ты убрал копейки? Да, Антон, пока ты отходил, я как раз убрал копейки. время, новое метро выйдет, по идее. Если к тому времени ты себе пока займешь, то ее можно. да мне кажется, новое метро выходит в следующем году, она мощная, ну, я не знаю, если каждый, если каждый стрим, кто-то будет донатить Терлу 100 рублей, тогда в теории через два года, наверное, да, наверное, соберем. вот, но, сам понимаешь, у нас сейчас главный донатер это Антон, а его зарплата не резиновая, так сказать, так что это скоро прекратится, хотя вчера Антон вроде как не донатил, если ничего не путаю, вчера был ореларный, но все равно здорово. Так, нет, моя карта не работает, с другой скинул. А, странно, странно, почему не работает? Ну, я на самом деле вот прям уже максимально думаю насчет того, чтобы с Donation Alerts потихонечку расставаться, ну, потому что, блин, надо было с ним сразу расставаться, когда у нас Mail.ru в стране заблочили, и из-за этого у меня нормально видит, что они работают с Donation Alerts, и все, через VPN надо делать, выводить окна на экран, и это криво, короче, неудобно, еще и глючит периодически, вот, а с Donat Pay вроде нормально, только надо, конечно, там разобраться, настроить, чтобы, наверное, все-таки комиссия шла с моей стороны, потому что, если кто-то хочет каждый стрим донатить Терру 100 рублей, это означает, что он хочет донатить 100 рублей, а не 105, или сколько там попросят скинуть, вот, плюс расчет был как раз с комиссией, я все подсчитывал примерно, сколько денег это получится, и там оповещалки нормальные сделать, все вот это вот, и можно будет нормально жить. Наверное, я сделаю это на следующей неделе уже, потому что Donation Alerts хорошо, но плохо. Спасибо ему. Раньше просто не было альтернатив, когда все это начиналось, было только Donation Alerts и этот Steam Labels, который сейчас, точнее, Stream Labels или Twitch Labels, короче, которые Nightbot сделали вот эти люди, которые оповещалки о фолловерах, на самом деле, и субскрайберах у меня, я забыл, как сайт назвать, Twitch Alerts, скажем так, но сейчас уже, по-моему, Stream Labs он называется, и у них там изначально были донаты придуманы, но там только PayPal был, что-то мне пишет, что в Украине PayPal недоступен, я там зарегался, но не могу ничего делать, и поэтому я понял, что до свидания. Там, правда, добавили, по-моему, Kiwi кошелек, но мне Kiwi кошелек, как я вам уже говорил, не вообще плохо. Выводить деньги на украинскую карточку с Kiwi кошелька, это ад. А перекидывать на WebMoney, это тоже потеря денег. Это не имело смысла. Потом Donation Alert был, а сейчас вот уже как раз почему-то к моменту, это очень странно, к моменту, когда участие стримеров, особенно из Украины, с Donation Alert все стало не очень хорошо, внезапно появился DonatPay. Может быть, это все вот оно что? Может, украинское правительство просто захотело собирать процент из донатов Терла, на самом деле, и придумало целый новый сервис и заблокировать Donation Alert. Ну, на самом деле, DonatPay появился был еще в прошлом году, насколько я знаю, но он просто медленно развивался, но по функционалу он сейчас даже круче, чем Donation Alert. Некоторые штуки Donation Alert появляются гораздо позже, чем DonatPay. Например, там, вот я о чем писал даже Donation Alert Суппорт, чтобы они сделали возможность делать разные оповещалки не только по сумме, но и по разной цели сбора. То есть, допустим, у нас... Я не понимаю, куда сейчас Антон скин... Ну, я знаю, куда Антон скинул, но он, скорее всего, скинул на похороны Undyne, но раз у меня теперь есть еще плашка на еще один стрим по Суперметбою, могло пойти и туда. Вот. А так бы, если бы я имел каждый раз раз разную оповещалку в зависимости от цели сбора, тогда бы гифку разную. Как это пройти в этот момент? Я не вижу тут космос. А на Донетпэй такое есть. И было почти с самого начала, насколько я знаю. Ну, правда, на самом деле Донетпэй немножко хуже с интерфейсом-то. Там куда более гибкая настройка всех там оповещений и разных штук. Вплоть даже до каких-то отображений визуальных оповещений там можно как-то вообще настроить просто... я не знаю, как это пройти. Это нереально. Там прям можно попиксельно настраивать гифку. Ну, мета, кажется, судя по тому интерфейсу. И иногда это путает. И попробую разберись. Так, гос. Скайрим на медбое скину. Ну, понятно, понятно. Ну, еще таких на... Ну, меньше, чем 10 донатов, конечно, но... Ладно. Так, ну, я буду, если что, транслировать с PlayStation 4, потому что мне проще транслировать с PlayStation 4 медбоев. Я все-таки думал, что медбой не настолько требовать, но когда куча... Стоп. У меня дежавю? Или я на том же самом уровне? What the fuck? Вот, собственно, нету у меня проблем с подгрузками, и плюс, ты заметил, Антон, что саундтрек другой совершенно? Я об этом подозревал, но мне казалось, что это я сам себе выдумал историю, но тут он какой-то такой живенький, забавненький, задорненький. Твою мать. Так, где он там падает-то? Я видел, что что-то падало сюда аж, нет? Твою мать. Твою мать! Твою мать! Да что за... Так же все было хорошо. Нет, неправильный тайминг. Хм, скажи, я вчера не слушал музыку, кто к тебе? Ну, у меня и на стриме была музыка вроде как, хотя она была там 5%, сейчас на 10%, не, на 15% громкости. Ну, другая, короче, музыка, на самом деле, она какая-то более веселая, что ли, более музыкальная. Больше музыка, чем... Какой-то там отлично прошел был. Чем оригинальный саундтрек Супер Мид Боя. Блин, я-то, наверное, как-то притормозил перед последней этой штукой. Обидно, блин. Да, что-то долго не притормозишь. На самом деле. Ага, вот так получилось. Да почему уж, что с ним не так? Он жирный, что ли? Как там проскочить? Вот так, наверное. Изи, но не на 1 плюс, конечно, потому что долго тупил, но прошел, а вчера я тут даже не был, у меня даже, наверное, был закрыт этот уровень. ЧЕГО? Пластырь сверху. Тихо. Просто на грани было фола. Что-то уже кровь какая-то. Что-то изи уровень на самом деле. Так. Второй мир зайдем в темный. Это ж не темный. Посмотрим, что-то как. Ой, я. Мне не нравится то, что я здесь вижу. Верните мне в Форест. Ран, Форест, ран. ЧЕ? Так. Ой. Ой. Так, а тут надо как-то вверх оттолкнуться и адекватно оттолкнуться, видимо. А? Да блин. Моя удача резко обернулась неудачей. Так. Тихо. Ты как же ж... Да почему он вверх отпрыгивает? Музыка прям вообще какой-то техно заиграла. Так чё, от Дази-то? Аутлас предлагаешь или Скайрим? Или что? Ты-то у нас не донатишь вообще, поэтому с тебя только одну игру можно взять на голосование максимально. Ну мог бы, мог бы уже начать. Я вот не при... Сколько ты? Год с нами? Мне кажется, уже приблизительно год. С Покемоном говорил ты вроде как к нам пришёл. Я помню точно, что ты был на трансляции по Football Tactics. Я, кстати, недавно вспоминал Football Tactics. Может быть, как-то постримить снова её. Но просто если бы было побольше народу, на самом деле, что было бы здорово, тогда бы было бы веселее ваши там комментарии на трибунах, футболисты, вашу честь названные. Всё вот это вот. Антон, кажется, пропустил эту историю. Так, так. Сто тринадцать недель. Сто тринадцать! Ну ладно, мы не будем говорить, что уже сто тринадцать недель подписано донатить начал только на прошлой неделе. Нет, ты там скидывал тридцать рубликов под кодовым именем Тоша. Да что ж такое? Теперь я правильно понял, что директор МТС за тобой будет закреплено на всю жизнь? Ну или на ближайшие пару донатов. Да что за Твою шнаделку. Ну на самом деле вот надо как-то мне запоминать, чтобы игры предлагали скорее всего по большей части только те люди, которые в этот этап заносили. вот, а уже если таких людей один или два, тогда уже и остальные. Вот надо запомнить, что по реларной одну игру за этот этап и Антон. Надо даже записывать где-то. А то халявщики всякие. Скоримы там, Маут Ласки предлагают. Твинк в доте так назову. Но если не забанят. А зачем в доте твинки расскажи Антон. Просто пойти поиздеваться над нубами? Да как здесь пройти? Я может что-то не понимаю? Или что? Если хочешь, могу и не предлагать. Ого, сейчас бы еще обижаться. Нет, я говорю, одну игру давай. Либо Skyrim, либо Outlast предлагай. Ну точнее выбирай. Это приму от тебя с радостью. ММР бустить. Каким образом? В смысле ты же ММР бустишь. Куда? Ну что-то надо как-то просто перепрыгнуть. Без стен всяких? Что-то я не понимаю там в чем загвоздка моя. нет. Без стен не получается. И оттолкнуться не получается. Не обижаюсь. Я предлагаю. Предлагаешь не предлагать? Добавлять или нет то же твое дело. Ну так вот я же говорю выбери Outlast или Skyrim. А то так бы по логике раз Антон сам тысячу рублей скинул весь этап то наверное он и должен предлагать все но я не поступаю. я две игры ему предлагаю предложить целых. Наверное надо было бы три скорее всего. Но вот за комбо закрытие в одно лицо буду предлагать три. А комбо в принципе уже следующий наверное раз будет. Да я не вижу как пройти этот момент. Skyrim посмотрю. Ну хорошо значит Skyrim официально добавляем. Окей. Skyrim будет официально добавлен. Сейчас если у меня мышка поймет что она села или нет. В принципе из того что предлагал Ореларный это The End из Най Hyperlight Дрифтер и Шевел Найт мы можем тоже одну игру добавить. Можете тоже выбрать из этого списка кого добавить одного и надо будет придумать потом еще одну игру. Если бы ты предложил три я бы тебе третий сезон Ходячих предложил. А он уже вышел. Просто там вроде как первые два сезона Ходячих вышли потом еще какие-то подсезоны спин-оффы межсезонья какой-то короче вообще какая-то дичь пошла насколько я знаю. И это типа уже официальный третий сезон или это имеешь ввиду какой-то следующий спин-офф не все не все эпизоды то есть начал выходить уже короче я не понимаю как пройти этот момент бессмысленная долбежка об шприцы ой не к добру все стало такого цвета но это я кажется пробовал проходить когда-то я проходил этот уровень в светлом мире тоже с плюсом и я кажется не смог вчера я даже не пытался ой е я понял почему не смог потому это не реал а твою мать реал защит из реал кстати вот вам еще один фан факт с подписки платной вот заговорил о святом о подписке платной разное количество еще денег приходит каждый раз например с тебя Антон пришло меньше всего на пару центов я не знаю скорее всего это зависит от курса наверное валют но я думал что оно изначально конвертирует в 5 баксов а уже потом какая-то доля идет твичу какая-то мне какая-то на расходы хотя оно и написано 50 на 50 но я меньше это в районе двух долларов короче оно приходит знайте это возможно меня забанят за разглашение этой информации но всегда по-разному за за антон пришло меньше двух долларов на пару центов это странно а енота подписка самая последняя сам больше принесла наверное все хорошо у вас с рублем случилось ну может нет может там какие-то странные и может это не настоящее вообще количество потому что там написано что это приблизительно а как понять на самом деле ну это как на ютубе тоже мне пишут что там какое-то количество но тоже написано приблизительно хотя потом на эссенсе цифры совпадают так что это все приблизительно не такое приблизительно ну вот и отпишусь так наоборот там-то надо подписываться еще а то недоплата какая-то так я кстати не понял там сейчас типа какая-то акция 50% стоит подписка или это всегда было вот ты Антон за сколько подписывался за 5 долларов или за 2,5 потому что тут енот когда подписался он сказал что там какая-то скидка на первую подписку а сегодня я что-то там на твиче запускал как я прошел я не понимаю я вообще реально мозг отключил сейчас и говорю вам про подписку и прошел на с плюсом этот чертов уровень так и там было написано в названии трансляции 50% сапков за 2,5 вроде ага ну значит ну потому что может быть у меня сейчас какая-то акция на твиче и можно подписаться дешевле в два раза ооо началось я вижу пластырь хардкорный уровень с вентиляторами это был этот вентилятор на этом на обычном мире это же лучше он он меня забрасывает сюда проще зато что-то этот вентилятор не работает короче почти 300 рублей ну вот видимо а вот там цена на подписку у тебя в рублях или в долларах давай мы сейчас проведем тогда расследование вчера проводили расследование донатов на донат пей сейчас платные подписки когда ты оплачиваешь там цена у тебя в рублях потому что если в рублях в долларах так вот вот это мне и странно почему тогда если цена в долларах то с каждого с каждой платной подписки разная может быть если не не в курсе валют дело то дело в способе оплаты может быть она комиссия еще какой-то платишь помимо этого или может быть комиссия туда же в считаются и поэтому разный итоговый вердикт ну потому что если твич говорит что 50 процентов идет ему 50 процентов стримеру а ты плачет пять баксов вы приходите в районе двух долларов они двух с половиной значит где-то доллар идет на кип комиссии изначально непонятненько непонятненько как эти чертовы вентиляторы идут они в пень выходим на карту ведь террол может проходить некоторые даже усложненные уровни но не все так что она будет меня поднимать куда-то не не планировала варп зона гейб так гейб причем к твичу есть простим хотя бы была речь тогда согласен это все гейб ой-ё-ёй чё это опять эпилептические припадки да ё-моё это быстрая варп зона понятно так как у меня вышло с первого троя запрыгнуть сюда больше нет при всем где есть деньги там есть айфон самсунг и гейб ну тут согласен в принципе согласен но еще mail.ru еще mail.ru не забывай они тоже есть везде но на самом деле еще тогда в этот список надо илона маска вставлять потому что он в последнее время очень бизнесовый чувак во всех сферах даже в тех где apple не может и google много короче таков ты слишком сократил списки я думаю слишком хотя это да это основные игроки раньше в этом списке был бы еще и microsoft но нет какие деньги вы посмотрите на их xbox никому не нужный язык тот не знать про илона маска антон что не конечно понимаю что наверное все эти замечательные истории о том что человечеству удалось посадить обратно шаттл или там ракету короче какую-то рассчитанную на множество перелетов вот после многих неудач это все было во времена твоей армейской службы а туда наверное такие новости цивилизации доходят с трудом вот или там не знаю про машины с автопилотами типа тесла все это вот или к че он там продвигает сейчас гиперскоростные эти поезда в трубах вакуумных или как оно там я не очень сильно разбираюсь в этом вопросе но он там сейчас пытается тоже как-то это все дело развить погуглик такой элон маск довольно такой серьезный мужик таким бы мог бы быть террол если бы ему не знаю в девятом классе не провели интернет и он не начал задротить волк в варкрафт забил на учебу и вообще типа там почти все свое свободное время проводил я даже сейчас меньше играю блин в игры я реально я сейчас могу себе позволить играть в игры только на трансляциях вот или там не знаю последнее что я такое играл чисто для себя это это был масса эффект андромеды это было весной больше вообще ничего я не играл ну зимой я играл для себя много там Драгон Эйдж проходил Элэй Нуар еще что то там было ну а все остальное время я либо монтирую видосики либо что то делаю для аркадного обзора либо что то делаю по учебе либо делаю что то по дому вот либо смотрю сериальчик какой то ну короче реально для себя вообще не поиграть что то как то печально есть такое а раньше так вообще все свободно а не не вру 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 последнее что я играл для себя это был World of Warcraft в июне весь июнь да да вот это был в общем уже третий месяц как нет ну и до World of Warcraft это месяц я не играл для себя беда такс не то чтобы хотелось даже на самом деле такс но при этом нормальной работы у меня нет только на ваших донатах живу ну и на стипендии господи как то я уже все у меня начинают в глазах уже рябить я не понимаю где что на стипендии скоро прекратится конечно что господи так гребит все в глазах давайте сделаем все бордовым это тот же самый уровень только задом наперед между прочим еще в другой цветовой схеме реально это тоже самый уровень задом наперед нет в пень я вспомнил что это такое я вообще то видел все клипы 2016 года ага все клипы 2016 года какие клипы музыкальные на MTV не ври я видел как ты играл пару дней назад просто так антон ты наверное пропустил бы этот момент но если ты решил что я в стиме начал устанавливать все игры и играть в них я же говорил я это сделал только ради карточек ну я все игры установил себе которые у меня карточки там есть и выбивал их со всех этих игр вот и продаю сейчас их на торговой площадке пару баксов с того огромного количества я заработал некоторые игры не удалось например биошок первый и второй ремастер у меня просто вылетает эррор как только я нажимаю запустить игру я не знаю с чем это связан ну я я понимаю что типа ремастер биошок наверное у меня не пойдут на ноуте нормально хотя первый биошок я проходил а прошлое ну позапрошлой зимой наверное и нормально было вот ремастер нового не вообще вылетает я карточки тут не могу заработать а со всего остального да выбивал третий трайн целых два часа играл вот третий трайн с той же оперы карточки кстати спасибо что напомнил я тут летом по скидке купил всю трилогию трайн на playstation 4 и надо будет как-то постримить наверное я в третий трайн я его купил был в стиме как-то по скидке и думал может быть в третий сезон обзор сделать но я так и не запускал вот это был мой первый кстати в третий трайн я даже не зашел ни разу Антон я запускала там как во втором трайне может быть если знаешь редактор настройки то есть какое разрешение на каком языке запускать я из этого окошечка даже не выходил то есть я игру так и не видел своими глазами короче я не понимаю как здесь пройти да и почему постоянно сменить персонажа ну думаю поэтому третий трайн так по факту и не запускал даже для карточки я его не запустил так что тут вообще происходит а ну для себя я играл наверное если так подумать Shadow of Mordor хотя я все равно его стримил все время когда играл так что это не совсем для себя кстати да вот вам вопросы у меня есть два важных есть ли смысл дальше играть и стримить параллельно Infamous второй сын и КНАК 2 то есть может быть если вам это не интересно то я не буду это делать и может быть для себя поиграю чуть-чуть совсем и в ту и в ту игру но я не знаю просто сейчас только если на стримах я готов уделять им время наверное сейчас и играть а если нет то может быть позже как-то сам в это поиграю и удалить их надо вообще с консоли чтоб места не занимали если вдруг вы будете смотреть это дело ну или хотя бы еще хотя бы еще один стрим по этим играм то я могу музыка конечно совсем дико дискотека какая-то так выйти на карту мне кажется я сейчас буду так каждый уровень потому что в принципе они должны становиться все сложнее и сложнее с каждым разом понятно понятно нет нет как так вообще почему мне тут удалось запрыгнуть реально сюда в эту сторону проще ой в эту сторону реально проще чем в ту эх сейчас бы вопросы задавать и полный игнор ну ладно так а как 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 каком к верху небось что куда 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 почему каждый раз по-разному так так ну так что-то я неправильно нажал бег так увлекательный геймплей ничего не скажешь короче я не представляю как собрать все три поэтому поэтому тоже на карту что это просто типа ааааа не просто я думал просто быстрее ну черта не просто я вообще не понимаю теперь как так что в теории я должен успеть запрыгнуть с другой стороны туда не представляю как я это сделаю еще и свалился причем в теории выглядеть не сложно но на деле блин там еще яма еще куда вообще да куда ты падаешь нет да я не знаю как это запрыг все в пень что тоже в теории выглядеть не сложно на самом деле так секундочку тут еще какой-то ключ да емае понял надо несколько ключей теперь собрать не это никто не мы не у зачем назад как всегда все пропустила нам привет кайла не все пропустила все-таки куда-то успела так 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 рад что пришла возможно сбежишь снова быстренько мы тут все еще решаем какие игры добавить голосование в честь окончания 8 восьмого этапа аркадной копилки вот добавили ходящих мертвецов первый сезон minecraft skyrim и не выбрали одну игру из списка самого орел ариларного напоминаю там за end и знай гиперлайт дрифтер и shovel knight давайте вы выберите одну игру из этих трех и тогда нам придется только одну игру еще предлагать собственно кайла можешь предложить какую-то свою игру и тогда можно будет запускать голосование бой да что ж ты за тварь стоял тут отдыхал специально чтобы с новыми силами потом ринуть это реально он легкий уровень но из-за этих куч просто пил летающих все это превращается в некоторого рода рандом ты не видишь все и сто пудов потом еще будет хардкорнее когда я второй ключ подберу то есть еще больше пил будет летать во все стороны это конечно такой себе дайте за энты знай гиперлайт дрифтер шоу night что-то одно надо выбрать что больше нравится о господи сейчас бы боту поздоровится с антоном который так уже здесь вера заставил скачать лол теперь я буду страдать интересно но я тебя будешь страдать потому что волк тебе не очень нравится но чай виле то захотелось волк проиграть и не понимает если он не так уж и плох майнкрафт 2 майнкрафт что-то поможет добавим майнкрафт 100 ремонт в голосовании щеклицкой все было больше майнкрафту богу майнкрафт будет две игры от telltale то я не не гоню вот просто чем быстрее предложите тем быстрее будет голосование тем быстрее узнаем награду так понятно да позже опять на этом моменте так то это все на будущем комплюкторе так что все равно будет не скоро поэтому не критично вот это вот эти игры не знаю но могу предложить свою ну давай свою тогда играл story mode на мана так я не играл господи что за бесконечное повторение одного и того же сейчас было опа на опа на все трясется нет почему я опять там сдох но это была самая лучшая попытка на этой карте щит из рил так спис дес кто-то кстати как-то уже предлагал на это дело не помню ну давайте добавим хорошо но ты же учитывай кайло что сейчас есть шанс есть шанс предложить игру более графонистую более крутую потому что эта трансляция будет на будущем комплюкторе все это мне кажется пис дес это какая-то такая тоже простенькая игрушка как то же самое супер медбайк и супер медбоем вчера были некоторые проблемы вот но я имею ввиду что ее его можно будет предложить в каком-то голосовании когда снова то тогда будет гораздо мне гораздо больше смысла в этом будет называть так то то что это будет мощный комплюктор не означает что я не буду стримить какие-то простенькие игрушки с него но че он сейчас 1 только что-то покрытие ну реально простая карта почему я не могу пройти что она в пень сколько стоит destiny 2 ну destiny 2 на пока стоит 2000 рублей насколько я знаю у меня на консоли 2000 гривен бы нас стоит обычная версия blade and soul ничего себе уверенно до конца уверенно чтобы я окончательно понял добавлять или нет но есть мы выбрали одну игру из того списка за энтез найт гиперлайт дрифтер или шоу найт то мы бы сформировали уже что-то не в пень с вентиляторами я не разберусь что у нас еще есть так сосна консоль destiny стоит 2000 рублей уверенно ну батлнете 2000 рублей это одинаковая цена для всего снг или почти про первую destiny горит 2000 рублей что-то мне казалось что полторы тысячи рублей должно часа на стоить в российском сегменте 1 до тебя со всеми дополнениями все это вот вроде как было цена полторы тысячи рублей или 1600 всем нет корочка тяжелейшая карта все забили болт на это дело возвращаемся в обычный мир или нет или да так давайте здесь попробуем в третьем мире что-то поиграть супер мент вот заглянем еще и наверно будем потихоньку закругляться то что мой палец уже не выдержит хотя вот этот саундтрек я помню вот этот саундтрек я помню супер мид боя я его даже постил сто пудов на публичную смену обзору вконтакте в рамках аркадной недели по супер мид бою ага назад то еще веселее возвращаться как я посмотрю так что это было сейчас ускорение лютое ну ладно хорошо значит blade and soul осталась последняя игра но я вот предлагаю все таки не не разочаровать релар но он все-таки вчера снайбл всю трансляцию в конце даже 150 рубликов занес и вообще вроде хороший человек и выбрать из того списка стоит 1100 вот видишь две тысячи это что-то многовато для нее уже не заруинить но я еще успею заруинить да антил стоит 2000 ничего себе да он хорош до сих пор как как жить так наверное нет блин ла 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 великий рандом меня убил я хотел сказать великый рандом меня пропустил везде Почему именно Blade & Soul? Мне не о чем говорить Ты, Кайло, ее фанат Играла Потому что я только Ролики оргподкастера по Blade & Soul Смотрел, наверное, больше ничего Какая-то там Корейская MMORPG С сюжетом про девочку Какую-то, ну или персонажа избранного Который был в храме каком-то Потом пришли злые Тетки-дядьки, всех убили Ты остался Один-единственный, все такое Так Тени Мордора 1800 Че-то как-то Shadow of Mordor Который Ну, собственно, все Ну да, Тени Мордора Че-то дорого 1800 Ну, наверное Я просто знаю на Xbox И по скидкам Тени Мордора вообще там За 200, блин, рублей А у меня за 200 гривен Он продавался В PSN 289, точнее Полурублей А у меня гривен То есть в 2,5 раза дороже Ну, на PS4 Как известно Почему-то на PS4 Игры стоят Дороже В RU Сегменте Чем на Xbox Не знаю С чем это связано Но бывает такое Не все Но некоторые Дороже Почему-то А не, почти Я почти прошел Я уже хотел сдаться Но тут вспомнил Что Почти прошел Тут Хрень Другому уже не скажешь Да, опять он меня здесь Прорезал Сейчас играешь Ну, ладно Боюсь, правда Когда будет мой комплюктор То уже Так почему Что произошло Почему он бежал Уже Ты перестанешь Понять этот гольницы Ну, добавим Добавим Так уж и быть Просто любители мамо Xbox One 50 GB Плюс Два джойстика Игры 18500 Мечта А какие игры Давай так Рассуждать Потому что Я бы не сказал бы Что Xbox One Обычно Это лучшая Игровая консоль На раз С плюсом прошел А? Так, а что Как варп зону Открыть Я же вижу Варп зона Варп зона Варп зону Даже скажем Проще А как проходить этот уровень Вообще Что-то я не вижу А, варп зону Открыть ключом Вот я вижу Тут замочек А вообще Как мне добраться Туда Вверх А, вот так Разогнаться Понятно Тут тоже Видимо Надо разгоняться Да ладно Ну Опять скатился На выбор Просто PS4 Я пока Не находил Ну тогда Тогда другой Если нет вообще Никакой консоли То в принципе Разницы особо нет Тем более Если нет друзей С которыми Ты могла бы Играть На этой самой Консоли То есть Как бы По каким критериям Обычно люди Выбирают себе Консоли Это друзья С которыми Вместе можно Играть Эксклюзивы И цены Да какого Ты лешего Сваливаешь Ладно Я спать Всем хорошего Вечера Спокойной ночи Какая ночь Антон Спасибо Что был сегодня С нами Здесь И за твой Донейшн Тоже спасибо Друзья Ну я понимаю На самом деле Ну В глобальном Смысле Я вот всегда Читаю Какие-то Рассуждения О том Какую консоль Выбирать Все говорят Типа Типа Эксклюзивы Не важны При одинаковой Ну Стоимость В принципе Одинаковая Нужно там Где друзья Играют Ну во первых У меня в основном Так уж много друзей В реальной жизни Во вторых Если они где-то играют То это естественно ПК Стим На консолях У меня вообще Нет ни одного знакомого Который играет Ну Которую Вживую знаю И я Когда покупал PlayStation 4 Я знал Что я буду Играть в Forever Alone Что называется В Destiny При этом играл И Да е е е Там находились Люди Сначала Была тяжко Конечно С непривычки Но потом Вместе Преодолевали Вон Рейдили Актуально В день выхода Рейдов Раз в машину Вообще Мне кажется Самые лучшие Мои воспоминания Твою мать Нет Не честно Ладно Давай скатись Вниз Ну Блин Ну Как Как там Подняться Нормально Че он Не хочет Нормально Же общались Так что Друзья Это По большому счету Не так уж и важно Но в идеале Если у тебя есть Друзья Какие то Которые играют На консоль То нужно брать Ту же консоль Что и у них Естественно Ну вот И чем Если такого Приоритета Нет Тогда да Тогда цена И Игры Эксклюзивные Которые Хочешь поиграть Именно ты Я хочу В Halo Блин Поиграть Но у меня нет Xbox И не будет Наверное Никогда Потому что Невозможно Себе позволить Две консоли Хотя кто знает Стану популярным Крутым Будем собирать Терлун Xbox Решено Но когда это будет Никогда Сначала на комплект Собрать Блин Xbox Судя по То что написала С играми И двумя геймпадами Стоит Четыре раза Дешевле Чем Комплюктор Который Я планировал Иметь Джорни Да Джорни Это Вообще Отлично Мне было Грустно Что Купив PlayStation 4 Я не смогу Убрать Джорни Потому что Она только На PlayStation 3 Но потом Ремейстер Четыре Ремейстер Station Четыре Как ее называют В народе Начали Все игры Ремастерить С PlayStation 3 И Джорни Была В их числе Так Как выйти То Господи Да Да Я уже ничего Не понимаю Ладно Я уже что-то Подустал Давайте В самый ад Еще заглянем А что Тут нет Супер Мид Волда Что Серьезно Лол А мне Вы же Говорили Что Там Типа Есть Два DLC Ну Зато Зато Не вылетает Супер Мид Бой На На Консоли Ладно Тогда Еще Побегаем В Обычных Уровнях Я Это Ой Ё Бомбит Причем Бомбит Не у Терла Терла Идеальный Этот уровень Дал С одного Трая На Плюс Давайте Посмотрим Этот Про Гейминг Понятно Смесь Двух Предыдущих Уровней Так Это Чето Как-то Я Ничего Не Понял Надо Видимо Раньше Прыгать Соль Блин Не заметил Ее Сразу Главное Заорать Посильнее Это Уже Совершенно Другая История Так Ключ Взял Вниз Не Нас Плюсом Но Справился Твою Мать Попался Под Ракету Что Секундочку Либо Я Чуть Не Понял Либо Непонятно А Где Ключ В Таком Случае Блин Да Что Ты Будешь Делать Че Как-то Толку Никакого Как Я Блин Пробегал Все Замечательно С Одного Вторая Почему Сейчас У меня Так Не Получается Где Ключ То Я Не Вижу Ключа Вообще Вижу Пластырь Может Вы Видите Ключ 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 Нельзя просто так спускаться Тут я уже понял Тут надо спускаться Всегда С краю А здесь Надо как-то А Тут не ключ Господи Тут просто Это столько Play 4 Pro По 7 терабайт Игра Ммм 2700 Гривен Ну 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 Про Подожди Ты про Про и 1 терабайт Это отличная цена Плюс еще игра Это нормальная цена Такая она и должна быть Я Свою Консоль PlayStation 4 Обычную Без всяких игр Просто PS4 Обычно Покупал За 9000 Что-то там 300 Наверное Ну Короче 9000 С копейками А сейчас Обычная PS4 Стоит дешевле А Pro Это Типа Вообще-то Ну Супер Концоль Еще 1 терабайт У меня 500 гигов И я от этого страдаю Я бы не отказался Иметь Терабайт Но сейчас Правда Можно подключать Внешние диски У меня нет Внешних дисков На самом деле Никаких Но можно Проблему С Недостатком Памяти Решить Но так PS4 Pro 1 терабайт Плюс игра 10700 В моих Оценках Стоимости Это хорошо Я думал Дороже Больше Где-то 1012 Да блин Как-то я Не успеваю Или наоборот Успеваю Слишком Цена PlayStation Pro Глассер White 1 терабайт Плюс игра До 7.2 13 200 Вот Вот Такую цену Я приблизительно Представлял Но это еще белая PlayStation На самом деле Это Я не знаю Почему белые Геймпады Белые Что-то там еще Стоят дороже Блин Чем обычные Черные Твою мать В самом конце Но почему-то Такое есть На самом деле Там и Синие Красные Геймпады Тоже Стоят дороже Чем Черные Обычно Поэтому Белые Не имеет смысла Конечно Но Destiny 2 Вообще Новинка 2000 Стоит PSN Обычная Версия Поэтому Как раз Получается Что За 11 300 Стоит Про Керабайт Неком Еще и Белая Какая-то Глассер Почему Она Прыгнула Зат Если Побочная То Стоило 10 Ты Грата И Нельзя Считать Что Она 2000 Стоит Она Чуть Уменьшает Свою стоимость Комплект Но Все равно Нет Запрыгни Было Сейчас Потно Так Это Что За What the hell Is going on It's a shitty Crap Нет 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 Почему Ты Скатываешься Ой Я вообще Заснул Понятно Теперь Мне придется Смысл Жизнь Ну Отлично Здорово Но К сожалению Так ты Учишься Еще В школе То Завтраков Копить Будет Долго Хотя Я На Свою Плейстейшн Официально Копил Со Стипендии Полтора Года У меня На Это Ушло Ничего Не ясно Допрыгну Допрыгну Какой-то Странный Уровень Вообще Максимально Окей Понял Нет Не понял И Чуть 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 Запрыгнет И наверх Может быть Нет Так Через Задницу Но Как-то Запрыгнул Соль Нет Мне не нравится Уже Эта карта С пальцем Но 11 уровней Прошел Уже На секундочку В третьем мире Там Варпзона Была А как Как Мне попасть Как Попасть Варпзону Гайды Мне Запили Так Ладно Секундочку Варпзона Это А вон Клик Сверху Да ты издеваешься Что ли А Варпзона Вылазит Я на НП Нет Давайте Не знаю Вернемся Что ли Сюда Да Поднимается Ооо Цель Красная Я на подработку Следующего Года Пойду 500 рублей Один выход Но это ты сейчас Оцениваешь Ситуацию В следующем году Вообще Не понятно Что может быть Но Желаю тебе С этим Удач Так Это Какой-то Огмо Фромджампер Че он выглядит Как супер Мидбой Один в один Че А У него Какая-то Способность Второго Прыжка В воздухе С переворотами Какими По ее Я не понимаю Да Давай же Ну Ну ты ж допрыгивал Ну черт тебе подери Великий рандом Еще и писклявый Саундтрек Да че ж ты Разбился Да Короче Понял Надо прыгать А Рано Рано Второй прыжок Прожимаешь Да Думаешь Да Что ж ты За черт Ну да Здесь спасибо Что живой Хотя бы А то Давно мы тебя Не читали В чате А тут Мало того Что Топчешь И не прыгал Ну а то Что живой Так еще Полезный Совет Даешь Тебя не узнать Да Ё-моё Ну не должен Там накалываться Блин На На тот Шип Черт Надо как-то Снизу Прыгнуть Видимо Я помню Помню Еще Heavy Rain Дадзи Никогда Не забуду Так Че за Дичь Можно даже Перелететь Оказывается Я тебе Сколько вопросов Уже задавал Прямо К моей трансляции Ты все время Молчал Вот я О чем То что Отозвался Ну а Советы От тебя Иногда На полном Серьезе Странные Или не Своевременные Поэтому Что прям Аж так Комбо Зашло Чтоб Ты молчал Тысячу лет А потом Еще Что-то Такое Полезное Сказал Действительно Заслуживает Внимание Вот Расскажи Мне лучше Как вот там Проскочить Потому что Что-то Я Максимально Не понимаю Да Понятно Понятно Да что 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 Тварь Господи Я Никак Не могу Разобраться Насколько Он Прыгает Рано Прожимаешь Я говорю Ну в смысле Рано Тут я Умираю Типа Надо Прям Да Это Бред Какой Я умру Так Я вот Я уже Ну Считаю Что я уже Достаточно Низко Там Опустился И Через Мгновение Я уже Буду Мертв Ну Этот Урод Будет Мертв Странный Криповый Ну Вот Типа Я Держался Как Мог Треб Прожат Жмакай А не Зажимай Разница Давайте Посмотрим Он на месте Просто прыгает Ну Все равно Работает Одинаково То есть Он Достаточно Высоко Подпрыгивает Понятно Не знаю Короче Ей непонятна Здешняя физика Никогда Не пойму Влияние Задержки В ее В развитии Судя по всему Что Это Кто Это Сделал Кто Придумал Я Это Никогда Не Пройду Как Он Умер Как Он Умер Час Кто Мне Объяснит Как Он Умер Черт Ублюдок Та Тоже Да Что Вообще Прям Как Как Будто Не На Тот Стул Сел Что Называется Да Ублюдочный Вообще Сплошное Смертоубийство Больше Я вижу Пикселей Которые Меня Убивают Чем Пикселей Свободного Пространства Да Ё Моё Это Ещё Какой Тут Трэш Да Что Происходит Как Он Убивается А Что Он Убивается В этот Момент Он До Шипа Даже Не Дотрагивается Ну Не Может Быть Так Всё Тупо В этой Игре Хотя Че Это 3 5 Вот Вот Те Самые Недостатки О которых Я говорил О Винишко Кайло Там Уже Всё Решила Уйти В настоящий Воскресный Кутёж Так Ну Мне Вчера Ореларный Скидывал 150 рублей На Ликёрчик Чтоб Нервишки После Трансляции Восстановить Помните Я говорил Что Три часа Наверное Я не буду Целы Уже Почти Три часа Прошло Да Я хотел Просто Раз Ты новый Персонаж За него Ачивку Дадут И Это было Хорошее Окончание Стрима Но Чё-то Я не Представляю Как я Пройду А Будет Же Ещё Один Уровень Если Отталкиваться От того Что Было С Я не представляю Что Будет На Последнем Дичь Какая Просто Макмиллан 3.5 Тебя Много Было Я Вижу У вас Уже До этого Года Винишка То у меня Бабушка Тоже Занимается Таким Но Пока Ещё Бродит Только Смотря Конечно Какой Виноград Наверное Раннего Не раннего Может быть Типа Выдержка 20-летняя Так Вообще Прошло Прошло Тогда Понятно Откуда Я не знаю У меня просто Уже Мозг Не работает Я Вот Какой Тут Хардкорный Уровень Был Вообще Прошёл Даже Не глядя На экран Практически А до этого Не мог Пройти Сейчас Надо тоже Уже Отрубать Мозг Окончательно И возможно Тогда Получится Да что За Видимо Не судьба Не судьба Да что Ты творишь Ууу Тебя там Вообще Рай Ну Дива Еще и музыка Вот эта Вымораживающая Вредите Мне нормальный Саундтрек Который Был Раньше Это Вот Саундтрек Из того Медбоя Который У вас На ПК Я говорил Пиксельный Скрипучий Это Все На Мозги Блин Давит Я конечно понимаю Это типа стилизовано Под Игры со старых Консолей Восьмибитные Шестнадцатибитные Вот это вот Все Но у меня Вообще Считать Что можно Детям Давать Вообще Мелким Немножко Винишка Теплого Чтоб Они Во-первых Лучше спали Во-вторых Иммунитет Поднимается Немного Конечно Так что Можешь Считать Что ты Иммунитет Поднимаешь Ты через Что Играешь Сейчас Дази Давай Ты посмотришь Пожалуйста На Оформление Этой Трансляции Посмотришь На Вот Это Вот Посмотришь На Все Остальное И Угадаешь На Секундочку Через Что Я Сейчас Играю На ПК Звук Как На ПК Ну Молодец Происнил Происнил У меня уже Все болит Уже Прям Физически Все тело Ломает От того Что здесь происходит Что А Фу Окей Кайло Пила ли ты Когда-нибудь В своей жизни Глинтвейн Давай так Рассуждать Вот уж Ты поймешь В чем тогда Прикол Теплого вина Горячего Ну Так Вот Вот Это Вино В основном Сейчас Тебя Так Перекореживаю Да Ё Моё Ну Остывший Ну Остывший Не такой Вкусный В этом То И смысл Чтобы Тебя Аж Прогрело Изнутри Да Ё-моё Это То же Самое Что Не знаю Типа Свежесваренный Компот И потом С холодильника Абсолютно Тот же Эффект Или там Борщ Свежесваренный Или тоже Остывший Все лучше Когда Только Свеженько Готовенько В картонных Коробочках От фирмы Садочек Чё А это Продают Глинтвейн Садочек Это Может Ты просто Вишневый 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 Виноградный Сок Пила По идее Я не знаю Как Садочек Не Может Я чё-то Не знаю Про Садочек Но Вроде Сок А Зимой Продает Странно Да Короче Всё У меня уже Очень сильно Болит Палец Он уже Просто Не может Вовремя Нажимать На Кнопку Поэтому К сожалению Не получится Хорошего Окончания Трансляции С открытием Ещё Одного Персонажа С получением Ачивки Скорее всего Который за него Причитается Вот Было бы здорово Но это Виноват Не я Это Виноват Разработчика Этого Мудова Уровня Мудова Персонажа Мудова Игры В общем-то Вот такой Супер Мидбой Два дня Мы ему Уделились Сегодня Был более Продуктивный День Мы прошли Дальше Я увидел Вообще Новый Контент Которым Даже Не подозревал Четыре года Назад Я сюда Не доходил Так же И это Всё Не было В обзоре Вот Но мы Видим Чем дальше В мидбой Тем хуже И хуже Вот Поэтому Очень хорошо Что я тогда Забросил его И это Осознанный Выбор Любого Нормального Адекватного Человека Смотри Как начал Это всё Говорить Я прошёл Дальше Чем когда-либо Получалось Я тут Боюсь Запрыгивать Потому что Вот это Произойдёт Сразу Увы Да что ты Тут за тварь Просто Почему ты Разбиваешься Короче Я пытался Но Как видим От этого Толка Никакого Вот Может быть У нас Будет Трансляция По супер Мидбою Собственно Плашка Сбор средств Добавлен Тысяча рублей То есть Закрытие В сумме Одного этапа И мы ещё Пройдём у неё Стрим По супер Мидбою Тоже С playstation 4 Потому что Это сопряжено С более Лёгкими Техническими Вещами То есть Нет глюков По сути И мне так Проще Поэтому Мы сегодня Сюда и добрались Наверное Подождите Это вроде Рич Или что ещё Не садочек Рич Рич тоже соки Делает вроде Так У нас там Напоминаю Заканчивается Сегодня последний День голосования За Приз Всё В пень Короче Вернуться На главный экран Приз Шестого этапа Аркадной копилки То есть Завтра мы узнаем Какую игру По вашему заказу Я буду транслировать В идеале В следующую субботу А так Наверное На неделе Я буду запускать В режиме Когда У меня будет Время И желание Играть Mass Effect Andromeda На Безумие Собственно Вы так и не ответили Хотите ли вы Ещё дальше смотреть В режиме Я просто Типа играю Для себя И всё такое Infamous Second Son И КНАК 2 Потому что Наверное Можно было бы Вот А так Не знаю Может быть покемоны Будут в воскресенье Следующий Может не будет Я ещё подумаю По этому поводу Вот И мы тут Собираем Ещё Так Именно фирма Которая производит соки Вот только они Безалкогольные Хм Тогда какой-то Глинтвейн Непонятный Infamous Я посмотрел Ну может быть Тогда Как только А Ну возможно Возможно На следующей неделе Раз я Установил То мы можем The Sex Mankind Divided Постримить Ну хотя бы Один раз Надо это сделать С самого начала А дальше посмотрим Если вам понравится То можем Продолжить Ну подумаем Ну Mass Effect Andromeda Скорее всего Сто пудов будет И игра Которую вы выберете А там Посмотрим Вот Я ещё раз Напоминаю Что мы тут Выбираем Претендентов На голосование Через приза Моего вам Поощрения За поддержку Вы поняли Короче Всё Неважно И у нас В голосовании Ходячие мертвецы Сезон первый Minecraft Skyrim И Blade And Soul Я кстати Её не записал Сейчас бы Забыл бы И надо Ещё одна игра И я Последний раз К вам Обращаюсь Ребят Нам вчера Самый Алар Короче Человек Один Так Blade And Soul Всё записал Предложил Три игры И сказал Любую Собственно На выбор Можете Это The End Is Night Hyper Life Drifter И Shovel Night И я Всё-таки Склоняюсь Чтобы мы Одну из этих Трёх игр Выбрали Тоже Для голосования И тогда Можно Можно Будет Его Запускать Либо Вы предложите Какую-то Свою Крутую Игру Но Раз Вы Оба Человека Которые Остались Со мной По своей Игре Предложили То Наверное Лимит Ищерпан Даже Не знает Кайло Ну Hyper Life Drifter Насколько Я знаю Это Тоже Какое-то Подобное Безумие Типа Супер Медбоя Там тоже Надо С ума Сходить Shovel Knight Это Такой Платформенно RPG Какой-то Тоже 2D Штука А The End Is Night Это Собственно Игра Этого же Разработчика Эдмунда Макмилона Который Разработал Супер Медбой Вроде Как Тоже Платформер Вроде Бы Если Я ничего Не путаю Это Он Есть Даже Чуточку Попроще Чем Супер Медбой Поэтому Может быть Я даже Склоняюсь Именно Вот этот The End Из Нигэхы Короче Который 2 Хзы 2 Это Ты имеешь Ввиду Shovel Knight Если я правильно Понимаю Дайзи Давай Ты же должен Разбираться Во всем Этом Извращении Ты же у нас Знатный Знаток Подобных Игр Должен Должен Слышать Хотя бы Об одной Из них Нет Я что-то путаю Что-то я тебя Не знаю Может быть Какое-то Неправильное Тебе Мнение Ай Даже Компотик Не пил Почти О господи Но Shovel Knight Hyperlife Drifter Или The End Is Night Нам нужно выбрать Для голосования Одну из этих Трех Игр Я это уже Миллиард раз Сегодня повторял Ты как-то Не реагируешь Не реагируешь Сто пудо Уже должен Знать Что-то Но я Отличный Это вы Предлагаете Но я Отлично Склонился Добавить Голосование The End Is Night Потому что Я про нее Ничего не знаю И Вроде как Она прикольная Что-то еще Давай статистику Посмотрим Что я сегодня Сделал Тысячу Семьдесят Семь раз Я сдох Прошел Восемнадцать Процентов Игры Светлый мир Сорок процентов Прошел Темный мир Одиннадцать процентов Ну видите Я же говорю Продуктивнейший Сегодня был Стрим О-о-о, 47-й уровень! Это ж просто с ума сойти! Сумасшествие какое-то. Нет, не помню. Ну ладно, тогда ничего не делаем. Ждём пятую игру. Раз из этих трёх игр я буду спрашивать у других зрителей своих, которые будут приходить на будущую трансляцию. Хотя кто там ещё придёт? Непонятно. Вот, там следите за, собственно, каким-то расписанием или какими-то анонсами на следующей неделе. Не знаю. Может быть, Mass Effect даже завтра постримим вечерком. А может и нет. Вот, поэтому спасибо вам, что были здесь. Спасибо там Антону за очередной донат. Просто у вас, как я уже сказал, не стрима без доната. И до скорых встреч. Всё. Супер Мидбой. Сумасшествие. Но уже для меня не такое сумасшествие, как вы могли понять. Как тот момент, когда я делал на него обзор. Но всё равно 3.5 заслуженная оценочка ему. Ну а в следующую пятницу ждите уже следующий аркадный обзор. Ну а встретимся с вами. Надеюсь, услышимся, увидимся раньше. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok